В эти минуты в Самаре и Тольятти проходят очередные матчи хоккейного чемпионата. Лада принимает питерских армейцев, а летчики – воскресенский химик. В Тольятти интерес к матчу подогревался тем, что в составе команды болельщики увидят заокеанского легионера из НХЛ, галкипера Винсена Риндо. А вот в Самаре накануне матча хоккеисты ЦСКА ВВС встречались с командующим Приволжского военного округа и по совместительству президентом хоккейного клуба ЦСКА ВВС генерал-полковником Анатолием Сергеевым. У хоккеистов ЦСКА ВВС грустный юбилей. Ровно год они не получают зарплату, но продолжают выходить на лед и радовать нас своими победами. Необходимость встречи назрела давно. Слишком много вопросов накопилось к президенту клуба. И Сергеев пришел с настроем их решать. Во-первых, утвердил Анатолий Долганова главным тренером команды. Во-вторых, вручил клубу ордер на трехкомнатную квартиру. Первую в новом году, пообещав в ближайшее время решить все жилищные проблемы игроков. В-третьих, теперь хоккеисты получат для перелета в свое распоряжение более комфортабельный Ан-26 из резерва командующего. А вот долги по зарплате остаются. Из 17 миллионов рублей в ближайшее время, пообещал командующий, будет выплачено только два. Остальная задолженность будет погашена лишь после того, как Госдума примет федеральный бюджет на Новый год. То есть зарплаты вновь придется повременить. По крайней мере, значит, было конкретно сказано, что будущее-то, в общем-то, стало ясно. Просто-напросто хочу выразить слова благодарности командующим за то, что он в трудную минуту поддержал. Я так думаю, что для команды это хорошие предпосылки для решения задач. Атолий Павлович, вы удовлетворены сегодняшней встрече с хоккеистами? Да, я считаю, что команда имеет все шансы играть хорошо, красиво, по-мужски. Настрой хороший, те проблемы, которые есть, я их знаю. Думаю, что мы все проблемы, которые будут у команды возникать вместе с нашим губернатором, вот, и со спортивным комитетом, с министром спорта. Да, ведь, в принципе-то, это авторитет не армейский, а это даже называется Самара. Так или не так? Поэтому все это не только, допустим, для того, чтобы, ну, как-то армейский спорт поднимать, а это, во-первых, это интересно для болельщиков. Последние игры, стадион и Ледовый дворец полны. Последние игры, посетители, зрители, и с удовольствием люди болеют. А, во-вторых, это и авторитет нашей губернии, потому что, как бы там ни было, толковый клуб хороший, у нас перспективы развития Ледового дворца с губернатором согласованы. И эту программу притворим и по ремонту, и по второму льду, и по развитию спорта в Самаре. Поэтому я считаю, что такие встречи надо почаще проводить, потому что люди подходят, обращаются. А раз человек обращается, значит, у него есть проблема. А раз проблема есть, значит, мы их должны решать.